Лев Высокие отношения Она не раз приносила семейное счастье в жертву профессии. Но если в театре Елизавета Никичихина состоялась, то в кино ей приходилось довольствоваться эпизодическими ролями неисправимых чудачек. Карьера, на алтарь которой была положена целая жизнь, состоялась совсем не так, как мечталась актрисе. Елизавета Сергеевна появилась на свет в Москве в мае 1941 года. Почти сразу после окончания Великой Отечественной войны, ее родители вместе со старшими сыновьями уехали восстанавливать разрушенные города Германии. А дочка осталась на родине, на попечении бабушки. Она остро ощущала недостаток родительского внимания и заботы. Девочка росла мечтательно и ранимой. Ей очень хотелось быть актрисой. Но однажды высказанное желание натолкнулось на ярый протест со стороны родственников, считавших лицедейство чем-то неприличным. В пику семьи Лиза после восьмого класса средней школы поступила в студию при драмтеатре имени Станиславского. Как студентке ей предоставили скромную стипендию и место в общежитии, поэтому домой она больше не вернулась. В Московский драматический театр девушка попала сперва как артистка массовых сцен. Нарабатывая опыт в массовке, она заучно окончила ГИТИС. Полученное образование благотворно сказалось на профессиональном росте Никищихиной. Её приняли во второй состав коллектива, где её коллегами стали Владимир Коренев, Евгений Урбанский и Майя Менглет. Постепенно актриса переместилась в основную труппу. Особенно ей удавались острохарактерные либо трагические героини. Главными своими достижениями на театральных подмостках Елизавета считала спектакль Антигона и Васа Железнова. В обеих постановках она исполняла ведущие роли, вкладывая в образы всю энергию и душевные силы. Зрительский отклик на игру актрисы был феноменальным. Билеты в театральных кассах раскупались молниеносно. Фильмы. В кинематографе путь Елизаветы Сергеевны оказался гораздо менее ярким, но куда более изматывающим. В начале 60-х она снялась в эпизодах нескольких фильмов, таких как «Совершенно серьезная» и «Чудак-человек». В титрах начинающую артистку указывать не спешили. Ирочка, а письма пишут вам? Нет, Максим Данилович, зачем же мне? Ведь эти письма вам пишут. Интересно, пишут мне, а читаете их вы? Так заведено, товарищ Межа. Это же ваш личный секретарь, второй, так сказать, я. Никогда не думал, что у меня такое симпатичное второе я. Благодарю. В 1966-м Александр Алов и Владимир Наумов экранизировали сатирический рассказ Достоевского «Скверный анекдот». Никищихина утвердили на развернутую роль невесты мелкого чиновника Порфирия Пселдонимова. Господа, уж не помешал ли я вашим удовольствием? Сейчас начнем, а пока проглаждаемся. Если бы комедийная картина вышла в срок, то Елизавета стала узнаваемой гораздо раньше. Однако лента два десятилетия пролежала на полке и была показана только в 1987-м. Так получилось, что режиссеры видели актрису преимущественно Батона Плуа. Ей предлагали второстепенные, гротескные роли добрых и немного нелепых женщин. Но даже к этим однотипным предложениям Елизавета Сергеевна относилась бережно. Она стремилась придать каждому образу узнаваемость и индивидуальность. Это ей превосходно удавалось. Например, такой яркой и запоминающейся получилась ее Нина. В мелодраме Сергея Микаэльяна «Расскажи мне о себе». Ты знаешь, что такое чиханбили? Ой, Ксюлька, это такая вкуснотища! Я обязательно еще поем, когда поеду. Ой, Нинка, и о чем ты только думаешь? У тебя же дочка растет. Ну и что, да разве в этом дело? Война-то вон давно кончилась, а мы все никак не разогнемся. Вот ты, фронтовичка, орден имеешь. А что ты знаешь? Свой закуток с бабкой. Да санчасть на фабрике. Нет. А по мне так лучше три дня не евшись здесь. А потом сразу чиханбили, туфлей нет и плевать. С большой теплотой и самоотдачей Никищихина снова и снова возвращалась к детским кинокартинам. В 1976-м в ленте Валентина Горлова «Все дело в братье» она сыграла учительницу Елизавету Михайловну. Психологи проводили опрос. И все 36 человек в классе, как один написали, что главное в человеке – это сила воли. И что лучший человек в нашей школе – фрол. Прямо юный Наполеон. Чуть позже были управляющая детского приюта Фрекин Хёк в Расмусе-Бродяге и мама Вовикова в фраге для Шалопая. В 1980-м артистка появилась в небольшой роли безымянной пассажирки в комедии Виктора Хрючкова «Гражданин Лёшка». А спустя два года состоялось едва ли не самое известное её появление в эпизоде «Блистательная кинокомедия» Михаила Казакова «Покровские ворота». Устами Никищихина литератор Нина Орлович произнесла восторженную фразу в высоких отношениях. Народной цитатой стали не только слова, но и неподражаемая интонация актрисы. И что он, хорош со своим предшественником? Естественно, он его очень любит. Хоботова нельзя не любить, прекрасное большое дитя. Ага. А как Лев Евгеньевич относится к Савве Игнатьичу? Бесспорно, отдаёт ему должное. Высокие. Высокие отношения. Среди проектов 80-х годов, где Елизавета Сергеевна принимала участие, были драмы, музыкальные комедии, фильмы для юношества и экранизации русской классики. Она мелькала в чародеях Константина Бромберга, в «Мёртвых душах» Михаила Швейцера. Купит каналья повар, что выучился у француза, кота. Обдерёт, да и несёт за стол вместо зайца. Какие-то неприятности, говоришь? А что ж, душенька, так у них делается. Я не виноват. Так у них у всех делается. Ты всегда этакое за столом скажешь. Также зрители наблюдали её икру в драматических картинах «Виктория» и «Вобору брусника». Грех тебе, Сань, бобылём маяться. Одной рукой узла не завяжешь. А ничего. Высиним. Так-то оно так. Ну где живёшь ты, Сань? А жизнь проживаешь? Несправедливо это. Ну, Татьяна, дело говорит, дело. К постперестроечному кино Никичихина относилась скептически, поэтому в 90-е годы снималась крайне мало. Она старалась тщательно выбирать материал, чтобы после не испытывать творческого стыда. Одной из наиболее заметных работ этого периода стала её террористка-народница Вера Засулич в историческом сериале Сергея Колосова «Раскол». И всё-таки вы действительно не видите иного, ну скажем, парламентского, демократического пути преобразования России? И это говорите вы? Вера Засулич? О каком парламентаризме может идти речь в стране рабов? Последнее появление актрисы на экране состоялось уже посмертно. В 2000 году в прокат вышла многосерийная приключенческая киноповесть Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Елизавете Сергеевне досталась небольшая роль придворной дамы по фамилии Крамер. Личная жизнь Личная жизнь женщины сложилась трагично. Юношеской любовью Никищихиной был молодой виолончелист Алексей Познанский. Влюблённые собирались расписаться. Незадолго до этого перед Елизаветой встал мучительный выбор – рождение ребёнка или главная роль в театре, которую она ждала несколько лет. Актриса выбрала роль. Это послужило причиной расторжения помолвки. После Елизавета трижды выходила замуж, но каждый раз её браки безнадёжно рушились. Первым её супругом ненадолго стал музыкальный критик Анатолий Агомиров. Почти сразу после развода женщина встретила Эрнеста Лейбова, врача-психиатра. В этом союзе она наконец решилась на то, чтобы завести детей и родила дочку Катю. В середине 70-х Лейбов эмигрировал в США, но жена от переезда отказалась. Третья попытка замужества поначалу подарила Елизавете долгожданное счастье и взаимопонимание. Мужем актрисы стал известный советский литератор Евгений Козловский. Евгений Антонович был носителем диссидентских взглядов и однажды им серьёзно заинтересовалась КГБ. Писателя посадили, его супругу неоднократно вызывали на допросы. Никищихина старалась не падать духом, собирала Козловскому передачки и ждала. Тем не менее, после окончания тюремного срока их отношения разладились и супруги поспешили развестись. Последние годы Елизавета Сергеевна провела уединённо. В театре, как артистка, она была невостребованной. Единственная дочь Екатерина жила отдельно. Примерно за год до кончины с женщиной приключилась новая беда. На Никищихину напал грабитель. Пытаясь задушить жертву, преступник серьёзно повредил актрисе дыхательные пути. После восстановления врачи рекомендовали актрисе избегать твёрдой пищи. В октябре 1997-го соседи по коммунальной квартире обнаружили Елизавету Сергеевну без признаков жизни. Как показала экспертиза, она задохнулась из-за кусочка яблока. Заслуженную артистку РСФСР похоронили на Возриковском кладбище столицы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры подогнал «Симон»